Свидетелями небывалого фантастического по красоте и грандиозного по масштабам события смогли стать рязанцы, которые решили вечером во вторник 8 августа прогуляться возле Кремля. Огромные воздушные шары, буйство красок и мощь, дух свободы и романтики наполнил пространство вокруг сердца нашего города. О такой картинке мечтали, пожалуй, даже те, кто постоянно следит за воздухоплаванием и уже видели многое. Мы попали на историческое место. Мы мечтали об этом последние 27 лет, чтобы эту полянку нам открыли. Знаете, сколько народу собралось? Удобно, в центре города. И сам, куда не посмотришь, история. Тысячелетняя история. В небо улетели более 20 воздушных шаров, подвосторженные вздохи и крики рязанцев, оставляя на земле сотни счастливых лиц, вызывая улыбки у взрослых и детей. Это ли не есть настоящее волшебство? В общем, сегодня будет хорошо. Удачного полета. Спасибо. В нынешнем году на чемпионат России прибыли пилоты из 12 регионов, 45 экипажей, из них 28 – участники чемпионата. Среди аэростатов много привычных рязанскому глазу, ежегодных участников неба России и немало новых, никогда не бывавших в нашем регионе. Аэростат «Зеленый сад» впервые поднялся в облака и проплыл над Рязанью в 2009 году. С тех пор этот шар – неизменный участник и спонсор фестиваля. За свою историю шар успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Вместе с легендарным аэростатом «Рязань» «Зеленый сад» поднял в небо гигантскую георгиевскую ленточку. Стоит отметить, что компания, которой принадлежит «Оболочка», отличается не только заинтересованностью в развитии воздухоплавания и поддержке фестиваля, ставшего лицом нашего города, но и своей позиции в отношении экологии. «Зеленый сад» – единственный рязанский участник Российского совета по экологическому строительству. В этой связи не случайно заместитель председателя Государственной думы по вопросам экологии Николай Валуев, прибывший в Рязань на переговоры с главой региона как раз касательно экологических вопросов, обратил внимание именно на этот аэростат. Никогда бы не подумал, мы когда с семьей приезжали по Золотому кольцу, были здесь, в этом замечательном месте, но чтобы именно отсюда стартовали вот эти разноцветные замечательные шары, ну я бы даже не мог представить. Сегодня летом, а у детей сейчас каникулы, самое лучшее время, наверное, организовать такой замечательный праздник. Поэтому организаторам за это огромное-огромное спасибо, находясь напротив шара зеленый, дальше вот надпись «Сад», да, «Зеленый сад». В год экологии еще вдвойне приятно напротив зеленого сада находиться. С 9 по 12 августа утром и вечером состоятся спортивные полеты. Победитель соревнований станет обладателем Кубка Рязанской области и титула чемпиона России и получит возможность представлять честь страны на чемпионате Европы. И если для пилотов каждый полет высокая ответственность, то для рязанцев шанс каждый утро и вечер понаблюдать за прекрасным зрелищем, плывущими в небе воздушными кораблями. Информация о местах старта и примерные маршруты ежедневно появляются в социальных сетях. Следите за новостями и вперед в погоню за воздушными шарами.